Кого ты там увидела? Я что-то увидела. Я сейчас переобуваюсь и бегу. Ой, типа это было ложное что-то. Ага. Есть. Посмотри, какой красавец. Ой, ты посмотри. Ой, какой красавчик. О, ты посмотри, смою ладошку. О, какое удовольствие грибочка срывать. Тебе же целый суп. Все, Миша, ходим тут. Да все, суп есть, а что еще ходить? Нет, 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 нет. Марсик, пошли грибы искать. Ну что, вот вам, Валентина, и первый сюрприз. А, это еще немного, это же небольшая. Справимся. Доставай визопилу. Смотри, откуда она упала. Эта масину с корнем выкачивала. Да. Конечно. Осина, вот там далеко упала. А вот здесь она упала на березу. И это, это не осина. Осина, что тут можно было проехать. Это она еще завалила березу. Давай этих веточек осины возьмем кроликом. Осины кроликом. Вот режешь, какие нормальные, они хорошо идут. Надо взять. Форс. Парш. Зашь. Форс. 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 и шо у нас так сунутость будет доедем ну пошли барсик проверять кто тут у нас убежал у нас упал да тут как валентина сказала не только кролики но и поросята могли пора как-то получилось но видишь тут сетка снизу лишь она смотрит поросята внутри гонять отделяя это одинаковые эти смотри 5 на такие ну что вы хрюнички что кормящие вы мамки это поправилась так хрюни да это худющая глянь спина какая правда наш трусартичка высмотали тебя трусартик хорошая хрюничка хорошая доброго всем здоровья всем привет барсик гулять сегодня пока мы доехали до хутора нам дорогу перешел вот такой грибчик поэтому сегодня уже рызыка пошла азарт появился поэтому сегодня мы посвятим несколько какое-то время может даже несколько часов объедем наш местный лес наши места да мы вас приглашаем с собой сейчас мы быстренько покормим наше хозяйство и отправимся в лес найдем ли мы грибы или не найдем не знаю но по лесу мы погуляем трусартичка такая терпеливая пошли будем кормить все за работу может я им кину чтобы не мешало ходить дома на нашем втором маленьком хозяйстве остались и дети что они там будут делать и на семен тоже снимают снимает на свой канал я думаю он поставит ссылку можете посмотреть что происходит у нас дома когда нас там нет очень хороший но мы приняли решение отпустить старшую группу в общий детский сад молоко у самой старшей хруни перегорело точно вымя уже давным-давно не налитое то есть будут ли они мешать ну посмотрим будут не будут я думаю что уже пора и ей отучать барс гуляй это будет три недели через как они здесь живут ну одного тебе мешок 1 я за лапки до трубы если я удержу держи дверь барс иди гулять иди гулять барс нельзя барс иди гуляй тихо ну что пошли правильно что не писал году здоровается Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю Ну как восприняли? Хрюнделя О, смотри, смотри Не забыл, что ли? Там уже нет ничего А если кто-то с ордена пойдет? Отобьется А уже пора те, чтобы отключались Слышишь, нормально она с ними Сейчас будут за них ходить Слышишь, Алянь, приняла И вспомнила своих детей, что ли Это непонятно Трусарки не давай ем Миш, ну неужели смог что-то затремить Это почти Ну не должны Лежи Давай тебе по-данцам Перейдешь, Курсук Ох, тяжелый Иди кашку ешь Вот сейчас вспомнит А все вспомнит Где кухня была Трусарди отшиваются Трусарди держись Надо понаблюдать Ну видишь, нормально их приняли Тоже не кидаются на них, правда? А главное, чтобы не смоктали Хрюня, мама, иди еще одного своего ребятенка смотри Обнюхивает Вспомнила своих ребятенка Ну видишь, это гоняет Не пускает, не пускает Ну это нормально Главное, чтобы что-то трусар Ну трусарди тоже вроде И видишь, что она ест Они просто может каши хотят Сейчас может найдут кашу Там комбикорм же у них оставался еще Они должны быть голодные Глянь Что-то осину нашу не ели А видишь, это гоняет Угу Трусарди отгоняют этих кабанов Ой, кучеряша Ну это сейчас не дает И своим даже на всякий случай не дает Ну, пока нет Может сейчас ляжет Своих жены ждает Единственное, Миша, что могут эти силы взять Те, что поменьше Отходим Хочет кормить, а они мешают Оно и ехо Миша, чтобы они с ногами подлазят Ну и ехо с этим всем разберетесь Ложите Оно и ехо с этим всем разберетесь Миша, ну ехо с этим всем разберетесь опять везду надо посунула ветку давай еще одну корыцу делай длинненькая банда подходи везду надо посунула ветку Продолжение следует... Да, я думаю, она пару раз их вкуснит и они больше не полезут. Продолжение следует... Я уже думала, тут и пасынка мне будет, может, зараная оборвала. Нет, тут и лезет. Нет, тут будет. Тут будет. Тут длинненький. Этот не буду уже обрывать. Иди гуляй. Пока вы привыкнете друг к дружке. Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько у вас тут кабанычей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слышишь, а вот, наверное, надо было бы уже рекламу выставлять на этих. Пока туда-сюда. Пока она сработает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видно, из нее все вылилось и привелось в них. Да. Жалко, что ее нельзя оставлять. Видишь? Да. Она хорошая. Молодец, какая оказалась. Хорошая, красавчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще пускай песочка немножко больше. Заливаю. А, бешестой. Ага, не залей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аква-парк. Горки еще сделал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай-ка укринесем сюда. И с этим соединим, и будет этого. Кто будет лезть свиньи, не надо. А, давай сюда еще ведро, пусть будет мало. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляйте субтитры. Дождь моросит, не даст нам в лес сходить. Такой еще даст. Слышишь, Валь, может изгородить, этот сарайчик оставить загороженным, потому что они его развалят. Там все-таки кролики живут, я думаю, там они будут и плодиться еще. И вот так отгородить. Другую часть? Ну, вот вместе с ними, чтобы там только проход оставался. По яблоням. И здесь, может даже дальше, здесь трава пойдет. И сюда, сейчас все они пойдут, пускай это перемалывают. Ну давай, а это сложно будет, это долго. Дождь идет. Сейчас, покажу. Клюня, мама, айди. Вкуснейшая фацелья. И не только. Разнотравие. Значит, сейчас мы сетку эту сворачиваем и попробуем отгородить это чисто электроизгородью. Все-таки для животных, ну, пока я вот вижу, лучший забор это электроизгородь. Она их останавливает. Неплохо иметь вот такой брезент. Они тогда, эти мелкие грызуны, кролики внутри, не видят, что там. Ну, и поросята тоже не видят. Посмотри, чтобы тебя не съели. Да вообще, эти хрюни меня атаковали. Вот, сейчас мы попробуем это сделать чисто на, а может, одну или две нитки возьмем. И нам это будет легче в будущем где-то передвигать. Да, чем сетка эта. Чем вот эта вот мучается. Помнишь, как у нас было видео? Сюда влезла леса где-то, перепрыгнула. Но тогда еще не было толком, по-моему, ничего. А, нет, брезент тогда уже был. И она искала в каждом углу рыло. Она боялась этого электропастуха. Боялась подойти. Не, ну, у нас лес нет еще. Не, ну, была же у нас, на видео есть. Нет, у нас дома нет леса. А, дома нет леса? Ну, значит, там от собак будет заграждение. Снимай, нет, вот здесь вот столбик оставь, а сетку сними. Она располовинится. Выимей столбик. Вынимай, вынимай, вынимай. Все. Половинка будет. Ты собаку сейчас надо вынимать, да? Да. Я буду сразу вынимать. Вынимай. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Плохо, что они не будут ее видеть, сетку-то они видели, а нить они видеть не будут, но хотя она красненькая, может и будут видеть. Так, не вынимай колышки. Кстати, спустя два года безупречной работы нашего генератора импульсов, в народе просто электропастух, могу с уверенностью рекомендовать его к использованию. В наше время, когда мы привыкли все контролировать, то давление, кто в машине, кто в венах. Вот этот прибор позволяет контролировать, если он подключен от аккумулятора, он позволяет контролировать заряд аккумулятора, он позволяет контролировать заряд через солнечные панели, зарекомендовал себя просто прекрасно. И таких отзывов, конечно, я не мог бы сделать, если бы он у меня только появился. Эксплуатируем мы его два года, и вот сейчас я могу именно с уверенностью сказать и с уверенностью рекомендовать его. Как бы, еще у него есть такая особенность, это, наверное, может и не стоило бы про это говорить. Он, есть сигнализация для того, что, опять же, для контроля, чтобы посмотреть, не упал ли он где-нибудь, нету ли, не пробивает ли на траву, на землю или что. У нас он очень часто, я не успеваю, скашивать трава, подходит от этих импульсов, она аж вянет, такая вот сушилка, ну, наверное, довольно дорогая, так не стоит делать. Это израсходует его срок службы, генератора, трансформатора, но он работает и даже, у него есть сигнализация, можно подключить и увидеть. Есть там, пробивает он на землю, не пробивает. Так вот, у нас он практически, то там, то там где-то трава дорастает до него, она сохнет, такая дорогая сушилка, не стоит так делать, но он выдерживает, он работает. И это, и уже он не выключается два года, наверное, такой эксплуатации, наверное, редко кто мог. Зимой коров никто не... Да, обычно посезонно. Не... Не... На Пашу не выгоняет, электропосток не стоит. И пароном не выполняет зимой, наверное. Наверное, нет. У нас же он отработал два года, прекрасный аппарат, так что, если кто задумывается купить... И завести хозяйство. И завести хозяйство, я вот сейчас могу смело его рекомендовать. Купить его можно в интернет-магазине kslv.by или kslv.ru, в зависимости от того, где вы находитесь. Так, я за ниткой и кручу, и быстро врубаем электричество, пока они не опомнились. Ну, давай. Я надеюсь, это заметный шнур. Тот уже выгорел, не видно за столько лет. Ну, кто знает, какой цвет свиньи воспринимают. А ты, наверное, его будешь повыше, чтобы внутрь и кролик проходили. Да, пускай кролик и внутрь. И малые поросятки проходили. Да. Подожди. Миша, если средняя группа будет проходить, они тут съедят все зерно. И старшая группа. Надо так, чтобы старшая и средняя не проходили. Это уже как получится, Валя. Валя. Поехали. Режа. Лежа. Режа. Памятая. Валя. Памятая. Трудие. Упор physие. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, не будем ее забирать? Ну нет, что она меня не внушает доверия. Колючая. Мне все равно через нее надо будет лазить. Хорошо, сделаем что-нибудь другое. Все, я прошел по кругу. Вырывал травку, которая пробивает. Сейчас мокро. Она очень... Барс не... Гулять. Сейчас ее очень хорошо слышно. Не надо злоупотреблять качеством генератора импульсов. Пускай ему будет немножко легче. Также еще чем он хорош. Вот на случай, если здесь какая-то хищники... Ходили бы. Вот, главный хищник. Кстати, этот хищник не подходит с тех пор, когда его пару раз ударило с чинком. Все. Для него этот забор это такой табу. Он к нему вообще не подходит. То есть какая-то... Я к чему говорю. Сейчас я ищу, потому что... Ну, хотелось бы это все увеличивать. Не знаю, когда, но хотелось бы. Сейчас я ищу формулу идеального забора. Это должна быть какая-то... Ну, сетка. Вот эта сетка однозначно хорошая. Должна быть, ну, какой-то... Не знаю, вот здесь, чтобы... Что-то тоже должно быть, чтобы оно не видно было. Ну, уже тоже сколько лет это работает. И должна быть электроизгородь. Нить. Должна быть с той стороны и с этой. На подходе. То есть, любое животное. Или свое домашнее, которое хочет вырваться на улицу. Или... Нельзя. Или дикая, которая хочет ворваться туда. Забор это такая небольшая препятствие. Забор без электричества. Ну, разогнет. Продерет, подкопает любой. И с той и с этой стороны. А вот электроизгородь, которая стоит на подходе. К забору. И колышки, я уже пришел к выводу, желательно ставить под углом. Их легче обкашивать. Вот электроизгородь может остановить и того, и другого зверя. Как бы забор немножко его затормаживает, потому что когда забора нету, одна гулять. Одна электроизгородь не выдерживает. Он проскакивает быстро, его не успевает ударить. Или даже мы приходили к тому мнению, что кролик не глупый животное. Он умеет просчитывать вот этот вот импульс. Может он слышит этот. И он проскакивает тогда, когда в момент нет удара. А вот на подходе он его задерживает. Настрой камеры, чтобы видеть. И вот там, что обгородили. А, будут заходить или нет? Да. Хорошо. Вообще мы хотели по-быстрому покормить и за грибами. Мы уже столько всего переделали. Поэтому закругляемся и в лес. Если там что-то будет интересное, мы еще с вами поснимаем. А то ты, Валентина, грибов нашла. Ну, мухоморы. А то, Миш, тоже мухомор? Смотришь, так мухоморы пошли. Мухомор, мухомор. О, это что? Поберезывает. Поберезывает. Дальше подберезывает. Смотри, где? Здесь будет. Угу, белый. Это же белый. Миш, это белый. Это подберезовик. Да не может быть. Такой крепенький. Ой. Слышишь, второй суп. А то два их. Видал? Да не выломать. Неужели подберезовик? Такой хорошенький. И ехать никуда не надо. Смотри. О, смотри. Большой такой. Эх. Он тоже старый. Подожди, Миша. Если он не червивый, то знаешь, какая-то жаба давит. Не, не, не. А вот еще один маленький. Видишь, да? Я бы его не нашел. Маленький. Миш, я возьму. Не, 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 не. Даже близко не. Нет. Ты же хожу с печенькой. Вот так вот. Сюда переехали пчелы. Вот еще старый. Видишь, не надо раньше было ходить. А вот, смотри, молодой. А, я не заметил. Может, и по кочечкам надо смотреть. Ну, все, можно. Вот, смотри, еще один. Может, это хороший будет. Можем не ехать никуда. Домой насобирали грибов. Да. Не, Миша, у нас же есть место. У нас есть место. И мы когда-то с тобой, сколько, три или четыре каша красничков. На одном месте, да, надо туда съездить. Тут, наверное, грибы пчел боятся. Ближе к улевне растут. О, что это такое? Где? Мухомор. Как он тут? Вон, на вольфах. Видимо. Да? Еще мухомор. А вот еще мухомор. А вот еще мухомор. Слушай, грибов будет? Слушай, не пойду тебе позабираю. А то их поставляла. О, это что, тоже будет мухомор? Мухомор. Вот это. Вот такой большой, но он уже старый, ты, конечно, мне не разрешишь его брать. Нет, 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 вот то, что ты держишь, я тоже не разрешу тебе брать. Я возьму, Миш. Ну, если твоя мама забракует, то уже забракует. Ну, если только твоей маме. Миша, ну, это вообще, это кошмар. Что тебе теща плохое сделала? Этого. А если его выбросить, если тоже забракует где-нибудь у себя подлипки, он уже тоже липы растет. Вот на дороге грибы расти. Нет, я не верю в то, что грибы можно посадить. Ну, давай, кошечек, ты мне говорил, не бери коша, испугаешься грибов. Это мой кошек с детства. Слушай, ну, грибы, этот, огурцы надо достать. Ну, вот этот не надо. Миша, я... Он потекет пока донезем. Не, не потекет. Он же будет целенький. Ну, старый он. Ну, смотри, какой тверденький. Ну, старый. И смотри, ножка какая-то вредный. Он вредный. Ты что, детей будешь кормить грибами? Или меня хочешь накормить такими грибами? Миш, ну, ты взял за самое дорогое. Я сейчас посмотрю. За меня или нет? Самое дорогое, я или дети, на это тоже. Ломай ножку. Тоже старый. Блин, а мы же, слышишь, могли бы уже давно особо грибной есть. Да, могли бы. Видишь, я не туда ходил, я все под липки ходил. Мы же в прошлом году здесь собирали. Как мы забыли? Как забыли? Так и так мы случаем. Поехали, бегом, а то все грибы наши заберут. Еще одно наше место возле хутора. Здесь должны быть краснючки. Но краснючков здесь нет. Вот здесь осинки растут. А у меня мухомор. Мухомор? Мухомор. Поехали дальше. Я уже все обошел. Поехали. Аля, пропустила? Да? Да. Тут вот это маленькие. Где ты видишь большую? А, а я маленькую видела. А большую не вижу. Вот семейка целая. Малюнчики. Давай этот один на разу поставим. И кроем. Вот смотри. Ой, такие малюны жалко снимать, сорвать их. Все малюны не забирай. О, видишь? Да их тут много, только мы их не видим еще. Значит они только только начинаются. У нас только начинаются. Смотри, здесь очень много маленьких. Даже нечего брать. Пускай растут. На следующий раз заберем. Ну давай. Вот они сыпаны. А этот уже я заберу. Вот здесь чуть-чуть больше. В каждом лесу по-разному они растут. Где-то раньше, где-то позже. Где-то вообще нету. Ну да. Так. Вот сколько маленьких. Миша, будут, надо ехать. Это вот очень маленьких много под этими, под листьями. Вот. Они только начинают. Видишь? Они только у нас начинаются. Вот это все, Миша, и вам чай. Только он еще не цветет. Видишь, будем собирать. Малину? О, какая малинка. Интересно, сладкая уже. Мелкая такая. Конечно, это не садовая. Зато лесная. Да. Это ее, чтобы литровую баночку насобирать. Покормишь комаров. Ммм, а вкусная какая. Ну, вообще, за грибами приехали. Пошли. Смотри, не заблудись. Так страшно, как в сказке. Про Машеньку и Медведя. Ну, что, Валентина, нет красников? Ну, пока нет. Буду надеяться, что оно нас порадует, это место красничками. Ну, ничего, Миша, мы же на суп насобирали. Ну, если они чистые. Или будет с мясом, если что. Ну, если что, добавим мясо. Нет, в смысле, с червячками, с мясом. А, нет, это не очень я так люблю. Червячичным мясом. Новый неопознанный цветок нашла? Это что, вообще, как-то я никогда его не встречала в лесу, видишь? Интересно. Желтая серединка сиреневая. А пчелы с него берут? Нет, что ничем не пахнет. Интересно. Цветет? Нет, нет, не так. А пух цветет, наверное, шишками. Вот эти цветы уже засвели, которые, в принципе, в августе у нас цветут. Да, это этот. Ну, в простонародье называется коровяк. Вонючка такая. Малина есть, но очень мелкая. Вот крест облазит краска. Я разговаривал с тем человеком, который его поставил. Он говорит, что зря его красил. Почему? Ну, вот краска, видишь, облазит. А дерево это какое? Дуб? Это дуб. То есть дерево хорошее. Задумка была интересная. Это ему дали краску, вроде бы как светоотражающую. Представляешь, ночью возвращаются с охоты. Вообще. И тут светится. Задумка была интересная. Но она и не светилась, эта краска, и она не держится. Все облазит. Надо его было почистить. Но для того, чтобы почистить, надо или генератор, или болгарка на аккумулятор. И эти ленточки будем вешать, ну, в новой смысле, покупать? Или будет без ленточек? Ну, тут гвозди такие вбитые, старые, еще кованые. Ну, он вешал, я не знаю. Он еще даже не освещенный. Его надо было почистить. Есть у нас знакомый батя. И осветить. Пошли, туда сходим, грибы посмотрим, и будем уже собираться домой. Посмотри, все для лисичек. И мох, и влажненько, и листики. А их тут нет. Ну, заведи меня куда-нибудь в лисички, Миша. Ну, ты-то знаешь места. Я все знаю. Но где грибы, я не знаю. Не время еще. Но они каждый год по-разному растут. Не время еще. Ну, люди собирают. О, люди едут за грибами, машина едет. И эти мы все выбрали. Да, тут... Ну, я думал, что оно пересохнет в этом году. Нет, дожди льют, не пересыхают. В этом году, ну, трешам было бы здесь хорошо, если бы мы сюда выпустились. Вот, газета бы тут была, и камыш, и вода. О, да, они же любят этот вот... Грибов массово нет. Они начинаются. Да, можно. Насобирали мы жменю лисичек. Нашли мы один краснюк под осиновик. И ту же жменю под березовиков прямо возле хутора. Причем возле хутора грибов было больше всего, чем мы весь лес объездили. Да. Это на будущее. Не надо никуда ехать. Ищи возле дома. Напоследок, вместо анекдота, вам вопрос. Почему керамический унитаз стоит дешевле, чем керамический зуб? Нет, что есть, то есть. Это точно. Всего хорошего вам. До свидания. Мира, здоровья. Бог даст. До скорых встреч. Пока. Всем пока. Ничего себе. Это какой, белый? Да, смотри, напоследок, какой мне гриб дорогу перешел. Точно будет суп. Что если он тоже старый, ты его не выбрасываешь? Старый. Это я пришел тебе показать, что грибы все-таки... Это ты его сейчас выбросишь. Ну, если бы можно было грибы посеять, что я вообще не верю. Вот этот, само на рассеивание грибов, вот этот вот эти... Ну, возьми, давай его возле липок покидаем. Их нам надо что-то замачивать с... Какой мухнет в воде. С дрожжами, чтобы запустить какое-то... И дрожжи у меня есть. И будешь ты это делать? Ну, если это недолго. Ну, давай заберем хоть. Детям покажем, что грибы есть в лесу. Беленький. Вот еще один грибочек. Твоя ножка какая, твердая, нет? Мягкая. Мягкая. Только на семена, если хочешь побаловаться. Но я не знаю. Но я не верю в то, что это возможно. Но ты можешь попробовать. Ты можешь попробовать. Я могу просто разбросать. Ну, значит, просто разбросаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok